Поступай с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Этой поговорки и придерживался фермер Тони Даллен, когда отказался разместить 80-метровый ветрогенератор на своей земле в живописном Девоне. Хотя, по оценкам, в течение 20 лет он ежегодно приносил бы доход до 50 тысяч фунтов. Пейзаж, который открывается перед нами, стоит многого. Как бы он испортился от огромной стальной турбины. Мы взвесили все за и против и решили, нет, мы не можем так поступить с нашими соседями и со всеми остальными. Это могло бы значительно улучшить нашу жизнь, но в конце концов во мне победила совесть. Однако, к большому удивлению Тони и его жены, у их соседа оказалось другое мнение на этот счет. Судьба сыграла с ним злую шутку. Тони отклонил предложение стоимостью миллион фунтов о строительстве ветрогенератора, который не было бы видно из его дома. Но его сосед согласился поставить турбину. В заявлении энергетической компании «Майгред», которая защищает этот проект, говорится. Участок земли подходит для развития источников возобновляемой энергии, так как не входит в списки природоохранных зон. В этом районе большая скорость ветра. Генерируемой энергии будет достаточно, чтобы обеспечить электричеством 324 дома, приблизительно 40% домов в ближайшем населенном пункте деревни Уинкли. Кроме того, выброс углекислого газа в атмосферу ежегодно будет меньше на 675 тонн. Но большинство местных жителей против увеличения в Девоне числа турбин. Это британское графство славится природными красотами. Но правительство не включило его в список районов, где ветрогенераторы устанавливать нельзя. Турбинам противостоят местные жители. В этом конкретном случае в акциях протеста приняли участие 200 человек, все местные власти. У нас 240 одиночных турбин и 11 ветряных электростанций. Слишком много для одного района. Девон известен своей живописной сельской местностью. Туризм здесь ключевая отрасль. Люди приезжают сюда в отпуск. Они не хотят смотреть на ветряные турбины и электростанции. Они хотят наслаждаться природой. Планы по установке турбины были единогласно отвергнуты местной и окружной администрациями. Но в данный момент рассматривается апелляция. Теперь эта заявка на установку гигантской турбины находится на апелляции, где все документы рассматривает и выносит решение один человек. А как же демократическое общество? Если мы живем при демократии и общество против этой турбины, то, естественно, заявка должна быть категорически отклонена. Даллины с беспокойством ожидают решения. Говорят, что премьер-министр Великобритании рассматривает возможность избавить сельских жителей от ветряных турбин в обмен на голоса на следующих выборах. Тогда как либеральные демократы и либористы намерены построить еще больше ветрогенераторов. И это вовсе не радует местных жителей. Полина Бойко, РТ, Девен